Космолот! Гартуймо перемогу! В России все что угодно, рассказывает бизнесмен Сергей. Он возит в Россию самые разные санкционные товары, в том числе запчасти для автомобилей. Говорит, всегда есть несколько вариантов маршрута и через Китай, и через Турцию, и через страны бывшего СССР. И точно так же есть несколько вариантов по оплате. Добавляет он, и журналисты издания «Верстка» в этом расследовании подсчитали, что всего с начала 2023 года в Россию было ввезено чипов западных компаний на сумму более 502 миллионов долларов. То есть полмиллиарда фактически долларов подсчитали в издании. Мухтар, мы с вами еженедельно по сути обсуждаем, что беспрепятственно в обход санкций и возятся все эти чипы, микроэлектроника, микропроцессоры от зарубежных производителей. Ну и вот доказательства наших слов. Насколько масштабна эта цифра 502 миллиона? Потому что мне кажется, что она может быть даже больше. И все эти товары, которые входят в расследование, перечисленные «Версткой», они же позволяют полностью работать оборонно-промышленному комплексу Российской Федерации. Я не ошибаюсь? Да, абсолютно точно. И, конечно же, те цифры, которые озвучены в «Верстке», это только небольшой фрагмент более масштабных поставок. Ну, наверное, я сегодня впервые конструированно озвучу данные, которые еще никто не собирал, но они на самом деле в публичной сфере все известны. Вот «Верстка» посчитала, что различных микрочипов, которые используются для военной отрасли, это для тех самых крылатых ракет, для управления зенитными системами, для танков и так далее. То есть сфера применения их широчайшая. Вот они озвучили сумму 502 миллиона долларов. По 2021 году Россия импортировала до войны. Только за 9 месяцев 1,8, ну, где-то за 2021 год на 2 миллиарда долларов импортировано различных микрочипов. Они все в основном из таких стран, как Америка, Япония, Гонконг, Тайвань, Малайзия, Китай и так далее. То есть это ведущие страны, во-первых, Запада, ну и ряд стран Азии на 2 миллиарда долларов. Теперь смотрите, в 20, это 2021 год, в 2022 году в санкционном, когда Россия была обложена многочисленными санкциями, превышающими в 3 раза по количеству Иран, санкционный Иран, в микрочипы было поставлено порядка 3 миллиардов долларов. То есть в полтора раза больше, чем в 2021 году. Представляете масштаб? Понятно, что в этом году, то, что мы сейчас наблюдаем и анализируя статические данные поставщиков через Казахстан и Кыргызстан и Китай, и мы видим цифры, что они существенно выросли в 2023 году. То есть фактически все меры воздействия, вот тот вид санкций, который сейчас применяется, а, собственно, и дальнейший его контроль, он не работает. Вот Верска четко пишет, поставляется все, что угодно, и товары двойного назначения, в частности микрочипы, авиационную отрасль, в которую тоже попала гражданская авиация, попала под санкции, даже турбореактивные двигатели завозятся и различные запчасти на десятки, на сотни миллионов долларов. Привозятся различные промышленные товары и оборудования, которые позволяют функционировать военные отрасли. Потом поставщики, как Италия, Германия и другие ведущие европейские страны, как видите. Поэтому можно сделать вывод. Санкции, они, безусловно, воздействуют, но та глубина, на которую ориентировался Запад и Украина, она, скажем, не по факту не произошла, и экономика России растет, функционирует. Более того, они импортируют товары более масштабно, более масштабно, чем это было до войны. Вот можно такой вывод сделать. О географии стран давайте детальнее поговорим. Как раз действительно показало издание «Верстка», и вы нам предложили схему. И видим мы, что и Соединенных Штатов Америки, просто такие, и Германия, Италия, через Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, все это везется спокойно из Китая. Сейчас еще одну графику мы покажем. И довольно-таки обширная эта география, просто такие, по которой завозят эти товары. О чем нам это свидетельствует? И как это в этих странах функционирует? Создаются частные третьи компании. Как работают вот такие серые схематозы? Я хотел бы обратить внимание, в первую очередь, именно на Казахстан и Кыргызстан, которые являются членами Евразийского экономического союза, где доминирующую позицию занимает Россия, затем Казахстан, третья экономика — Беларусь, ну и потом Кыргызстан, Армения и так далее. Вот это чрезвычайно важно, что именно через эти страны, в первую очередь, идут основные поставки товаров двойного назначения, в принципе, товаров параллельного импорта. А Казахстан, вы видите, вот на этой карте видно, он граничит с Китаем, граничит с Кыргызстаном, граничит с Узбекистаном, с Туркменией, вот со всеми этими странами. И получается, что роль Казахстана в этом смысле, с точки зрения параллельных поставок товаров двойного назначения, просто географически чрезвычайно важна, не говоря о том, что вся экономика Казахстана почти в два раза больше, если посчитать объединенную экономику Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркмении. Понимаете, в два раза почти больше. Поэтому с учетом того, что географически Казахстан примыкает к Китаю, а это вторая экономика мира по размерам, то гигантские грузы из Китая идут потоком через так называемые зеленые компании, компании, которые работают и действуют по приказу президента Токаева, они проходят эти грузы, оформленные на некие зеленые компании, беспрепятственно мимо таможни, из Китая в Казахстан и из Казахстана в Россию. А вот вы задали вопрос, а как они функционируют? Эти все компании создаются по команде президента Токаева, в Кыргызстане по команде президента Джапарова, там еще его брат исполняет все эти экспортные и импортные операции. Они крышуются, банки обслуживают все эти транзакции, их банки, этой политической верхушке, в частности, взятия Нурсултана Назарбаева, Тимура Кулебаева в Казахстане. Вся транспортная инфраструктура, железная дорога, автотраки и тому подобное тоже действует по беспрепятственному команде Токаева. Таможня, все государственные службы, задачи которых контролировать и не пропускать, им дана команда пропускать. То есть это ОПГ, ОПГ, который действует как помощники Путина. И в этом смысле гоняться за какими-то компаниями, как в последние годы существует практика полтора года со стороны Америки и Европы, она просто не имеет никакого смысла, и время это показало. Собственно, и сама Украина, Зеленский подписал указ, но я так понимаю, это был как предупрительный выстрел для Казахстана. Две компании из Казахстана попали под санкции Украины. Но это никак не помогло и не поможет. Кто все это организовывает? Политическая верхушка президента этих двух стран. До тех пор, пока они прямо не попадут под санкции, в первую очередь Казахстан, потому что у него география такая, все возможности финансов многократно превышают, чем все эти Центрально-Азиатские республики, минимум два раза. Пока вот прямых санкций не будет, это все будет продолжаться. Вот вы видели там на карте, что и Китай в этом участвует. Я хотел бы вот просто цифры дать. По 2021 году электроники, ну точнее говоря, различных чипов Китая если поставляла на 200 миллионов долларов, по 2022 году уже поставки пошли на 500 миллионов долларов. Понимаете? Говорится о том, что я видел там различные блогеры, аналитики выступают, что Китай, что называется, за руки не схватили. Недооценивать роль Китая, ну недооценивать и нельзя, так скажем, оценивать роль Китая, потому что Китай примыкает к Казахстану, и там мы же присылаем вам, видите, караваны грузов идут, караваны, машины идут, гигантские потоки, и они не обязательно его будут оформлять как официальный экспорт. Дело в том, что, ну я сейчас чуть позже тоже скажу, Казахстан и Кыргызстан с июня месяца уже вообще закрыли официальную статистику, уже невозможно идентифицировать, поставляет ли Казахстан и Кыргызстан товары двойного назначения. Уже закрыли, потому что мы их разоблачили, показали, на них идет давление, они просто закрывают статистику, будут создавать иллюзию, что они не помогают. А в реальности все это продолжается. А еще вот интересный факт, что 90% товаров, предназначенных для Кыргызстана, остаются в России, но таможня Кыргызстана просто ставит печать накладной, что товар приземлился в Кыргызстане, что он доехал туда. Как это вот работает и как им удается тут обманывать настолько масштабно? Ведь те, кому, возможно, предназначался товар, они же не могут заметить, что он сел в России? И насколько это помогает экономить на транспортных расходах, например, и не только лишь? Ну, экспортные-импортные операции, вот в таких масштабах, если говорить о Кыргызстане, они осуществляются под крылом президента Жапарова. И его брат функционирует. И, соответственно, глава КНБ, так называемый, ГКНБ, все эти операции крышует. Там, что называется, простым бизнесменам, нет хода для такого рода операций. А раз так, что они, понятно, экономят свои расходы на транспорте, ну и, получается, зачем везти через всю Россию, Казахстан, Кыргызстан, чтобы делать тот же самый обратный ход. Поэтому, когда в Европе или где-то товар покупается, и по документам он должен пересечь Россию, то на самом деле этот товар не доезжает до Кыргызстана. Это мне сообщили кыргызские бизнесмены, у меня есть, понятно, свои источники, которые сообщают, что практически все грузы, ну, минимум 90%, это просто ставится печать, проводится проводка, что пересекла границу, на самом деле груз по дороге бросается и оставляется в России. Вот, собственно, так вот и происходит. Понимаете? А что касается там, кому там был предназначен товар, это же, ну, схема, то есть там эффективные получатели товара, которые должны якобы получить товар в Кыргызстане, эффективные покупатели. Все это контрабанда. Вот Financial Times опубликовала, что на миллиард долларов товар двигался через Россию, Казахстан, Кыргызстан и другие страны, и они все не доехали. То есть вы понимаете, на самом деле, это масштабные многомиллиардные поставки в Россию вот именно по таким схемам. Гигантские объемы. И там же тоже туда входят и полупроводники, и микрочипы, то есть, ну, там такая техника, ну, или какие-то такие технические элементы, которые Россия может использовать для изготовления ракеты, не только лишь. Я правильно понимаю, что вряд ли там, ну, грубо говоря, европейские подгузники заложены? Конечно, да. Это именно в первую очередь такого рода товары, в первую очередь. Они оформляются как контракт поставок в эти страны, а в реальности все поставляется в Россию. Но для, чтобы вы понимали, например, у нас по второму кварталу, апрель, май, июнь, импорт превысил вообще исторический максимум, такого я даже не припомню, когда было на 2,5 миллиарда долларов за три месяца импорт превысил экспорт. Это, представляете, в стране, в Казахстане, в которой экспорт ориентирован, торговые сальдо, экспорт всегда больше, чем импорт, то есть валюты поступают всегда больше, чем ее уходит. И вот по итогам второго квартала, апрель, май, июнь, 2,5 миллиарда долларов. И аналитики, между прочим, банковские, которые принадлежат в семье Назарбаева, написали, это связано, судя по всему, ну, как они написали, с реэкспортом дали этих товаров в России. Понимаете, что происходит? А вот давайте обратим внимание на графики, которые вы нам любезно дали, благодарю вас, касательно экспорта дальнейшего, в частности, интегральных схем, подшипников, полупроводников. И он растет, растет и растет, насколько я понимаю. А насколько вот эта градация есть существенная на самом деле? Я так подозреваю, что это пока были открыты данные, сейчас они их закрыли. Но, тем не менее, можем ли мы говорить, что санкционная дыра расширяется со стороны Казахстана и экспорта вот этих всех элементов в Российскую Федерацию, в страну-агрессор? Ну вот, если все эти данные посмотреть, то посмотрите, по 2022 году, там по ряду позиций, если посмотреть, и сравнивать его с 2023 годом, это касается, например, микрочипов по Казахстану. Если в прошлом году микрочипов всего было поставлено за весь 2022 год, например, на 12,5 миллионов долларов, то по итогам уже пяти месяцев девять с половиной. То есть, фактически, получается, что уже пять месяцев показывают динамику, что в 2023 году поставок запрещенных товаров двойного назначения будет поставлено существенно больше, чем в санкционном 2022 году. Ну, взять безобидные так называемые подшипники. Подшипники используются для бронетехники. Часть Казахстан производит сам, на Степногорском подшипниках заводе, но основная часть была импортирована из ведущих стран мира, из Америки, Германии и так далее. Так вот, здесь по текущим поставкам видно почти на 60 миллионов долларов. Посмотрите на правую часть. Почти на 60 миллионов долларов голубой цвет. Почти на 60 миллионов долларов – это по итогам пяти месяцев. То есть, видно, что по итогам 12 месяцев объем поставок от шариков подшипников будет значительно больше, чем по прошлому 2022 году. Понимаете? То есть, что получается? Это все происходит в условиях, когда Казахстан заверяет, что сделали электронную систему контроля, определили перечень запрещенных товаров. Приезжал Блинкин, приезжал министр Британии, приезжал глава Евросовета. То есть, в условиях, когда идут заверения, что поставки будут контролироваться, все прочее. А факт по итогам пяти месяцев показывает, что они превысили даже 22-й год. Когда в 22-м году тоже шли заверения, что Казахстан не будет помогать России. Понимаете? Вот она реальность. Вот она реальность. И чтобы скрыть эту реальность, Казахстан в июне месяце, и Кыргызстан в том числе, а мы еще говорили, что, скорее всего, они уже в мае закроют, даже, может быть, раньше. Но закрыли в июне. Вот только с июня месяца данные будут закрыты. И, понятно, Казахстан и Кыргызстан будут теперь заявлять, что, не-не-не-не, мы типа видите, вот у нас нет ничего, мы ничего не поставляем. А в реальности, с учетом вот этих схем, которые описала Верска, с учетом того, что в реальности, мы знаем, по дороге товар из Европы вбрасывается в Россию, не доезжает зачастую и в Казахстан, и в Кыргызстан, мы понимаем, что масштабы сейчас по этому году будут еще больше, уже по факту это есть, еще больше, чем в санкционном в 2022 году. Ну, еще хитрости, которые использует Казахстан, мы уже видели в отчете, смеялись. Там санкционные товары импортируются из Соединенных Штатов Америки, Японии, Малайзии и так далее, Финляндии. Самое смешное, что часть этих товаров они отражают, что экспортируют туда же. Понимаете? То есть тогда в отчетности не проходит, что товар экспортировался в России, и вроде можно сказать, что мы же в России не поставляем. Но смешно ведь купить его в Америке, например, или Японии, и обратно же им реэкспортировать. То есть это просто говорит, что данные по таможне фальсифицируются. Мухтар, а скажите мне, пожалуйста, вот эти страны, в которых это все закупается, ну даже учитывая, что там тоже создаются какие-то частные фирмы, они же не могут этого не знать, они же не могут этого не видеть и не понимать, что потом это остается в России, что это не доходит до прямых заказчиков или закрывают глаза на это. Как здесь? Прямые западные поставщики? Да. Ну смотрите, как раз же изъян вот этой модели санкционной лежит на поверхности. Ну как можно санкции наложить на Россию, но при этом прекрасно знать, что члены Евразийского союза, Казахстан, Кыргызстан по политическому устройству такие же диктаторские, члены ОДКБ. То есть прямые помощники и бассалы Путина, такие же, как Беларусь, как можно их не облагать санкциями, заранее зная, что они будут помогать Путину. Те поставщики товаров, которые есть на Западе, они не виноваты ни в чем. Для них существует запрет поставлять товары в Россию. А ответственность на дальнейших поставках, так называемый реэкспорт, лежит на Казахстане или на Кыргызстане. На них лежит ответственность. В этом смысле западная компания не нарушает этих санкций. Она же в списке санкционных стран Казахстана не состоит, поэтому они юридически к ним невозможно какие-то претензии предъявить, они поставляют Казахстан и дальше ответственность на Казахстане. Другой вопрос, что Запад видит, все эти данные открыты, это же, ну, представьте себе, какая-то небольшая журналистская группа провела расследование и обнаружила поставки товара на 502 миллиона долларов, товара двойного назначения, плюс еще минимум больше, чем на 500 миллионов долларов обнаружила поставки турбореактивных двигателей, станков и все прочее, это компания, группа, которая не обладает особыми ресурсами. Конечно же, Америка, имея все, все это видит, ну, и мы же вам тоже показываем данные открытые, это статистические официальные данные, через таможню фиксируется государство статистических ведомств. Понимаете, мы вам озвучиваем не какие-то ПГБшные данные, это публично открытые данные. Единственное, что мы делаем, мы добавляем смес с границей, с границей перехода между Россией и Казахстаном, показываем караваны грузов, которые просто подтверждают наши данные о том, что идет вот такой тотальный мощный параллельный импорт и поставки санкционных товаров. Мы просто их демонстрируем. А данные эти все открытые, поэтому американцы это знают. Ну и получается, зная, что эти санкции не работают, они продолжают уговаривать, продолжают уговаривать, а это просто бесполезно. Просто нужно определиться, что это бесполезно и перейти на следующий этап действий. Прямые санкции против Хасмужемар-Такаева, президента Казахстана и его ближайшего окружения список мы дали и против президента Кыргызстана. Тогда это будет действенно. Казахстан будет перекрыт для поставок параллельных товаров из Китая и других действий, в том числе и Кыргызстан не сможет. Там же будет, если отражаться в данных, что они якобы импортировали, а через казахскую таможню это не будет фиксироваться, они же транзитом через Казахстан идут, как и заезжает Кыргызстан, так и уезжает. Когда будет несоответствие, будет очевидно легко определить, что Кыргызстан занимается прямым нарушением и опять попадает под санкции. То есть Казахстан в этом смысле ключевая страна, географически ключевая страна. Давайте подкинем Мухтар аргументации с западным партнером в частности, вдруг они еще сомневаются. Мы уже показывали в наших предыдущих программах тоже и эшелоны грузовиков, эшелоны военной техники, эшелоны фур, которые стоят с разного направления. И вот 29 июля и у вас в Телеграм-канале появились эти фотографии. Казахстанцы опубликовали фото. Там запечатлены очередные грузовые машины. Они перевозят военную технику. Фотографии эти, мы видим, сделаны в западном Казахстане. Недалеко это все происходит от границы с Российской Федерацией. Очевидцы сообщили, что выехала военная техника из военной части, направлялась в сторону Оренбурга. Это напомню, как раз на территории России. Мухтар, что это едет, откуда оно и кто его везет? Знаете, тут наше Министерство обороны что называется попалось. Журналисты вот в Уральской области, приграничной с Россией, опубликовали эти данные, позвонил журналисту сотрудник Комитета национальной безопасности и потребовал его убрать. Один из журналистов, его партнер, находился в это время, кстати, в Украине, и ему его товарищ сообщил, что звонили представители Комитета национальной безопасности, сообщив, что якобы это просто строительная техника, а не военная. И что называется, когда ты смотришь на эту фотографию, вот одну из трех, там видно, что это гусеничная военная техника, а не какая строительная там техника, правильно? Да. Вот, и после этого, это было воскресенье, Министерство обороны начало делать лихорадочные действия. Позвонила представитель пресс-службы Министерства обороны Ухвана Ахмедьярова и говорит, что это военная техника, то есть, по сути, опровергаем заявление представить Комитет национальной безопасности, но при этом говорит следующее, что это военная техника третьей страны, которая двигается в сторону России для ее ремонта. Понимаете? Они уже, собственно, опроверили комитетчика. Но затем возникает вопрос, что за третья страна? Долго они припирались, потом сообщают, что это Кыргызстан. Вот, если на карту Казахстана посмотреть, как выглядит Казахстан, граница Казахстана с Кыргызстаном и Россией, но там, знаете, чтобы из Кыргызстана тащить, вот на карту вот видно, из Казахстана тащить в Уральскую область, это около двух тысяч километров, потом там через южную часть Казахстана, там есть полупустыня, в эту сторону эту технику тащить, чтобы ее никто не заметил вообще в принципе нереально, чтобы вы знали, у нас наши граждане напряжены, нервничают, они возражают против помощи государства, России, и мы сделали многократные призывы, что уважаемые друзья, фотографируйте, снимайте на видео, поэтому техника ни ночью, ни днем беспрепятственно две тысячи километров проехать не может, чтобы люди не сфотографировали. Эту технику сфотографировали в 50 километрах от России, это в Уральской области, буквально 50 километров. То есть, представляете, она не могла проехать без препятствий две тысячи километров. Во-первых, не говоря о том, что там есть другие маршруты через южную часть Казахстана, где дороги хорошие и так далее, поэтому этот маршрут нереальный. Ну и важно, что важно, что мы все знаем, что в России существует определенный дефицит техники, они военную технику 50-х годов тащат в Украину. И в этих условиях тащить из Кыргызстана военную технику, чтобы она потом вернулась обратно, нереально. Никто еще не видел, чтобы техника ушла за границу в сторону России, чтобы она вернулась обратно. Это, опять же, нереально. Не говоря о том, что такую технику есть в производственной мощности как в самом Кыргызстане, так и в ближайшем Казахстане, где ее восстановить несложно. Есть у нас, понятно, такие технические центры, которые восстанавливают технику. То есть это все легко опровергается, и наше Министерство обороны, что называется, попало. Машины, которые перевозили, российские номера, то есть видно, что это идет техника, именно она пошла с этой области. В 50 километрах от России ее зафиксировали. Понимаете? Это о чем говорит? Это говорит о том, что Казахстан оказывает военную помощь Путину. Прямую военную помощь. И вот все эти попытки сказать, что это на ремонт, ну, знаете, под видом ремонта можно все гонять. Составы гонять. Вот мы недавно видели, составы двигаются в сторону порта Москова, Ахтав. Там перегружаются на баржи и все отправляется по Каспию в Россию. Поэтому эти отговорки, конечно, они, скажем, несерьезные. Если, Мухтар, они таможенные данные могут скрыть, и этим уже начали заниматься, то вот такие факты как раз и не сильно скроешь. Ну, если по морю они еще, да, там тоже мы обсуждали в прошлых программах, могут как-то прикрывать, чтобы нельзя было фиксировать со спутников, то тут по земле видят и люди, и очевидцы. Это видно также и со спутниковых снимках, а на какие хитрости они могут пойти, потому что, я так понимаю, что ни под общественным давлением, ни под угрозой санкций пока что они не будут прекращать вот эти процессы переброса военной техники. Угроза санкций это уже бесполезно, скажем, Запад, ну, он же так устроен, Запад, они сначала один механизм, второй дипломатический и все прочее, и они должны для себя осознать. Вот мы, люди, живущие в авторитарных странах, и Украина в частности, прошедший этот этап, прекрасно мы знаем, что диктаторы, с ними нужно, то есть уговоры к ним бесполезно применять, они принимают только силу, с позиции силы только. Вот когда будут прямые санкции, удары будут персональные, то только тогда будет результат. А технику мы будем все время все равно фиксировать, потому что люди у нас раздражены. скажу так, большинство людей, более половины как минимум, я так скромно скажу, просто в беженстве от того, что наш режим помогает Путину, просто ненавидит соседнюю страну за уничтожение Украины, потому что, вы же понимаете, это не только общечеловеческие ценности ключевые, но все понимают, что они завтра к нам придут. Так они же уже даже угрожали в своих там пропагандистских помойках, которые они передачами называют. Уже что-то звучало и депутатов, алкоголиков их Госдумы. Да, это постоянно звучит, угроза звучит, что мы придем к вам на север. Конечно же, на самом деле вопрос не в севере, а у Путина амбиции построить ту, так называемую, бывшую советскую империю, по которой он все еще грезит. Ну да. Вот что он хочет сделать. Поэтому опасность такая, конечно, остается. Что ж, мы будем вместе с вами отслеживать и новые факты фиксировать и демонстрировать. Видим, что это работает и на них также. Мухтар, еще немного у нас времени остается. Мы о Китае упомянули, власти Китая объявили о временном ограничении экспорта беспилотных летальных аппаратов, комплектующих и оборудования для их производства. И почему нам всем тут так кажется, что это коснется Украина, а вот России может и не коснуться? Потому что, ну, мы же с вами видим, что и оттуда все спокойно доедет. Конечно, здесь, знаете, есть один простой принцип. Простой принцип заключается, что все авторитарные страны объединяются, потому что у них общие ценности, когда человек ничто, и власть находится буквально в узкой политической группировке. Это режимы, которые подавляют права и свободы людей. Китай как раз вот тот самый режим, идентичный тому, что есть в России. И когда мы это понимаем, говорим, что это идентичный режим, здесь у нас не должно быть никаких иллюзий, что вот Китай сказал, Сипинь пообещал, что они не могут потерять лицо, якобы Китай дал какие-то гарантии Януковичу. Это все, скажем, пыль, все эти слова диктаторов, они вообще ничего не стоят, не стоят, потому что такие же обещания, и даже не то, что обещания, подписанные какие-то гарантии, были со стороны России в 93-м году, когда Украина избавилась от ядерного оружия. Обещания диктаторов ничего не стоят, поэтому, когда говорится, что Китай якобы ограничит или запретит вывоз каких-то дронов, или Китай заявляет, что не будет помогать Путину, это все вранье. Такие же заявления делал в свое время Путин относительно Украины, и ЧВК Багнер, он говорил, что государство не имеет к этому отношения, то есть сколько угодно. Китай тоже так же будет врат. Сипень, кто бы там ни был, это диктаторская страна, это принципиальные вещи, и тогда легко. Понимаете, я сейчас вот вижу, вот, например, там зерновая сделка около 30 стран собирается, и, ну, звучит так, что часть стран из так называемого глобального юга не согласны, они только готовы принимать, что все происходит в рамках Устава ООН. А в рамках Устава ООН все это и сейчас и происходит. Собственно, нарушение этого Устава ООН со стороны России очевидно. И такие заявления о чем говорят? О том, что там внутри среди 30-ки доминирующие количество так называемых диктаторских стран, их поведение заранее известно. И какую позицию тоже заранее известно только тогда, когда ты системно мыслишь. Если ты понимаешь, что это диктаторская страна, ты сразу заранее должен понимать, что позиция будет против Украины, против Запада. Другое дело, что у этих стран есть экономические другие какие-то интересы, и нажимая на эти точки, можно попытаться их развернуть. Но позиция заведомо понятна, против. И Китай сейчас та самая страна, которая все равно будет поставлять. Мы видим, вот микрочипы они поставляли, сейчас они через Северную Корею будут поставлять, они транзитом через Казахстан не фиксируют, грузы будут, не показывая, не отражая, таможенные статистики будут поставлять. Это нужно для себя решить. Понимаете? И четко понимать, Китай союзник Путина. Никаких иллюзий не должно быть. Да, когда реальность воспринимаешь их не готов, то как-то и больше себя можешь убезопасить. Мухтар, благодарю вас со всей души за сегодняшние разъяснения, за вашу аналитику. Продолжим мы эти темы обсуждать, это очень важно, и будем надеяться, что на нас обращают внимание, ну, как видим, виновники торжества, так сказать, в кавычках, реагируют и суетятся. Так, будем надеяться, что и наказание, и ответственность тоже за этим всем для них и последуют. Спасибо вам. Знаете, что я единственное здесь, чтобы не было воспринято, как, что я вот такой часто выступающий эксперт, как негативный, предостерегающий, говорящий об угрозах, не показал, на самом деле, тот путь, который сейчас, на мой взгляд, есть, и который уже наступил момент, когда Украина может продвинуть, чтобы эти решения были приняты. Ну, что сейчас я вижу, что у многих настроение, что война продлится долго, но оптимизм, он излишний, и так далее. Я думаю, что на самом деле надо осознать следующее. Украина сейчас ключевая страна на уровне ведущих стран мира. Не по экономике, по степени значимости в тех глобальных событиях, которые происходят в мире. Это страны с ВВП свыше триллиона долларов. Да, у Украины сейчас по прошлому году ВВП 160 миллиардов долларов, но не суть в этом. Суть в том, что из-за того, что происходит война России с Украиной, мировая экономика несет триллионные ущербы, триллионы в долларах. И в зависимости от того, как успешно Украина справится с этими проблемами, вот эти триллионные убытки, они, соответственно, исчезнут. Вот я, собственно, вот это хотел обратить внимание. Раз так, то надо воспринимать, что Украина сейчас по своей значимости стоит в числе ведущих стран мира. А раз так, то мы должны понимать, что Украина сейчас, раз такое влияние, нужно убедить западных партнеров принять кардинальное решение. Кардинальное решение заключается в следующем. Российская экономика балансирует растет и ее образцпособность присутствует только потому, что у нее есть экспортные возможности. Нефть, газ, различные металлы и все прочее. Если закрыть им возможность или сильно ограничить, не ставить потолок цен на нефть как 60 долларов, это не помогает. А именно фактически закрыть возможность поставок через Черное море, Дарданеллы. Там где-то общий проход около 150 миллионов тонн, это две трети экспорта российской нефти. Раз, металлы и все прочее закрыть через морские пути. Закрыли же через европейские порты поставки российской нефти. Закрыть вообще в принципе. Вот только тогда это возможно. Тогда триллионы убытки не будет и Путин не будет сотрясать ядерной бомбой. Понимаете? закрытием поставки урана на мировые рынки. Как все это делать? Очевидно. Просто сейчас нужно осознать, что Украина занимает серьезную позицию. На нее ориентируются ведущие страны мира. От войны, которая, каким исходом она завершится в Украине, фактически сейчас зависит весь мир. И, исходя из этого, нужно принять кардинальное решение ударить по России. А это реально ударить именно по ее сырьевому эксперту и решить экономические возможности России. Это можно сделать очень быстро, договорившись с Америкой, с Европой, заместить нефть российскую, другой, есть Минюссельская, другая нефть и так далее. Просто этим надо заниматься, убедить западных партнеров принять кардинальное решение, потому что Путин сейчас поднял ставки, он бомбит Одессу, перекрыл Черное море, Запад не ответил, не повысил ставки встречные. А это значит, Путин сейчас считает, что он может делать, что хочет. Там 30 стран соберутся, где-то в Саудовской Аравии, он плевал на это. Он плевал до тех пор, пока встречные ставки ему не поднимут и не зажмут. Сейчас такая ситуация, что Украина может на это повлиять. И очень быстро можно решить исход войны, если действовать решительно, ударить санкциями по политической верхушке в Казахстане и Кыргызстане. Вот что нужно делать, понимаете? И вот тогда, если этот удар будет быстрым и больным, то о том, что Россия может вести войну 10 лет и более, уже не придется говорить. И года не продержится. Мухтар, спасибо вам большое. Я искренне надеюсь, что нас слышат. Правда. Потому что мне тоже так кажется, что, особенно живя в условиях войны, уже 10-й год, на самом деле, а не полтора года, что время вот этих решительных шагов, оно уже позавчера пришло, а не то, что завтра. Спасибо вам большое, но мы с вами встретимся и продолжим. И тоже вот как раз о блокировке и о сырье считаю, что надо нам поговорить детальнее, как это все можно перекрывать, дабы Россия ничего не могла... Я имею четкое понимание, чтобы вы понимали, что нужно делать. Тогда давайте это и определим темой одного из нашего интервью, подготовимся и обсудим. Спасибо вам огромное, Мухтар, всегда рады вас видеть. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Мухтар Аблязов, казахстанский предприниматель, политик, друзья, был гостем моего эфира, с ним была я, Ирина Узлова. Темы непростые, но очень важные. Спасибо вам, что смотрите, а вы именно это и делаете, мы благодарны вам. Поставьте, пожалуй, столайк нашему разговору, пишите также, какие темы вы бы хотели от нас услышать, мы обязательно для вас их проговорим, проанализируем, работаем в реалистических условиях. Приходите еще, берегите себя, победим. Спасибо.